В эфире Большой Ежедневник Юрия Пранько Борислав, то есть другими словами Именно это является критерием успешности Полные залы Я считаю, что залы и связь с публикой и с народом Абсолютно Что бы ты ни делал То есть связь и народ тебя поддержит своим бытием в зале Если, например, я играю баха Или барочную музыку Или джаз И меня мотает в страшные совершенно разные стили С моей виолончели Поэтому Моё персоналити очень-очень Такое необычное, я бы сказал Мягко говоря Смотрите, смотрите, что про вас пишут Выдающийся виолончелис Это исполнительного темперамента и техники Один из первых, начавших исполнять джаз на виолончели Это я написала то, что в Википедии прописано Живет, работает между Нью-Йорком и Москвой В качестве солиста Дебютировал в Карнеге-Холле в 1999 году Это что вы нас слушатели представляли? Что предвосхищение? Ну, практически Практически все неправда? Да, было и то, и то, и то И сейчас 21 век на дворе И с инструментом, которого всего 4 струны И практически с 16 века ничего не изменилось Тот же волос монгольский из лошади В деревяшечку вставляют Это смычок Да, то есть Лучше никто не создал, чем когда-то делал Страдивари Амати, Гварнери и Вильям и так далее И тому подобное Но нужно куда-то идти Нужно выискивать невероятных новаторских новых композиторов Которые что-то придумывают Иногда я использую электровилончель Для которой пишут композиторы И сейчас идет работа над новым концертом Где в одном концерте В первой части будет настоящий инструмент классический А во второй использование электро Для специальных эффектов Оставаясь в классической форме Не переходя ни на рок Ни на какие другие жанры Интересный момент Вы уже упомянули о великих О бахе Вы его исполняете Вы исполняете и других великих Классических композиторов Я слышал такое мнение И в то же самое время Вы сказали И в общем-то о вас пишут Вы исполняете и джазовые произведения Так вот я слышал такое мнение Что есть определенный клинч Между классикой и джазом Что, дескать, если музыкант Занимается классической музыкой То ни в коем случае Я даже такое жесткое определение Слышал Ни в коем случае не должен заниматься джазом И уж если пошел в джаз То забудь про классику Прекрасный утренний добрый вопрос Абсолютно с вами согласен Это было так всю жизнь Это было так Это было так всю жизнь Но сейчас Мне кажется Мир и шоу-бизнес Классический мир Опера Балет Современный танец И так и тому подобное Это все чуть-чуть поменялось И слилось Мы сейчас Как вам сказать На мой взгляд На таком вот пороге В искусстве Объединение и выживание И например Современный балет Без использования К примеру Рэпа И джаза Уже Не такой уж и современный И недостаточно Голом петь Оперу Евгения Онегина Уже Там уже добавляют Разные Другие эффекты И голограмма И 3D То есть Лучшее Подпитывает Лучшее И это Мне кажется Нормальный Здоровый Путь Если мы возьмем Того же Легендарного Классика Шнитке Который когда-то Сводил людей С ума Своим Авангардным Видением И То Сейчас Его музыка Она классична И его Красота Гармонии Сейчас уже Очень близка Даже обывателю А раньше Это вызывало Скандальность И невероятно Все решает Время Сейчас пришло Время Когда Артист Может себя Проявлять В том Где он Может себя Проявлять Если одно Деление Конечно же Вопрос только Вкуса Нельзя Составлять И идти В костел В Лейпциге Или в Гамбурге Играть Баха И тут же Играть Джазовый сет Да То есть Мне кажется Это конечно Перебор И во всем Есть просто Вкус И оставаться Как бы Самим собой Ради чего Ты рожден И что ты Можешь Сделать С музыкой Но Соединение Жанров Это Сейчас Абсолютно Нормальный Выход Из положения Для того Чтобы Не услышать Свой адрес А Виланчель Ну как мы Позовем на эту Радиостанцию Это не формат А как мы его Позовем на этот концерт Да это не формат Или что такое Ой да Виланчель Да что вы Вот если бы был бы Вот этот инструмент Да Как бы Я Я это Не воспринимаю И Оказываюсь Со своим инструментом В очень разных Жизненных И И таких Вот То есть Вы не видите Противорище Наоборот Вы видите Синергию В сочетании Лучшего Да Да вы знаете Например Мой Ну наставник В чем то Такой был И есть Потрясающий Пианист Классический Байрон Дженнис Которым я дебютировал В Карнеги Холл Сонаты Шопена Он считается И считался Величайшим Именно шопенистом И он говорил Борислав Ты играешь Баха Играй как Шопен Играешь Шопена Играй как будто Это Бах И Почему дальше Не идти так же Если Ну Ты чувствуешь И любишь Джаз И конечно же Для меня Потрясающие музыканты Пишут Выписывают Я заучиваю Как-то Это Вилончель Да Это Сонат Не созданный Для этого Жанра Но Иной раз Выступая Перед Оскаром Питерсоном Когда это Случилось И меня позвали Конечно Я не хочу Себя назвать Ни в коем случае Джазменом И вообще Эти вот Какие-то Клеймо Ставить Вы музыкант Но Если я сыграл Ему понравилось Он улыбнулся Обнял И это так приятно И так хорошо Ну Значит Мой классический Невероятный Законодательный закон Как вот Нужно играть Не помешал Проявить Некую свободу В произведении Сладкая Лоррейн Любимейшая Этого великого Джазмена На века Борислав А скажите Вот Ваш учитель В общем-то Рекомендовал вам Играя Шопен Играете как Баха Играя Баха Играете как Шопен Да Вот я Сейчас зацеплюсь За эту фразу То есть каждый раз Это интерпретация Вот вы садитесь За инструменты Я не знаю Там вместе с оркестром Или индивидуально Сольно Да Вот это интерпретация От вас От музыканта Который сейчас исполняет Или все-таки Это вот Да Это произведение Идем по партитуре Строго Никаких вариаций Ни в сторону Ни влево Ни вправо Не допускается Изумительный вопрос Глубочайший Очень рад Спасибо Значит Вообще Да Вот эта невероятная связь Как вы сказали Написано Что Святыня После этого Есть Ощущение души Потому что Композитор Баха нет Есть гармонии Которой каждый Чувствует себя По-разному Кто-то чувствует Такату Как Последняя музыка В его жизни Для некролога Кто-то чувствует Как мы например Считаем что Шопен Это похоронный марш Ну так сложилось Почему Шопен Когда писал Об этом Не предполагал Ну будем Откровенны Мне казалось Что Шопен Это тонкие Фортепианные Произведения Который никогда Не играл В больших залах И ненавидел Громкий звук Ни в коем случае Громкость Это грубость Это такая Такая Это невоспитанность И всегда играл В маленьких салонах Чтобы донести Свою вот эту Изумрудность В каждом пальце Поэтому Вернемся К вашему Вопросу О материи Создании Музыки Исполнителям Сейчас Прошло Столько лет Инструменты Видеизменились Раньше были Струны Из Жильные Сейчас металлический Инструмент Приобрел Другое Чуть Звечания И каждый Человек Чувствует И например В данный момент Да И должен Собраться И донести То что Наработано То что Заложено В музыке Его общую Культуру Как он Воспринимает И кто такой Для него Лично Для меня Кто такой Бах Да Вот это вот Недостаточно Знать Что просто Он сделал Операцию На глаз Без наркоза Нужно Как-то Более Вникнуть В его творчество И так далее И конечно же Сыграть так Чтобы Никто не сказал Да господи Ну он наслушался Казальца Ой он наслушался Тартелье Ой да это Очень итальянская Маня Ой это по-моему Слишком по-русски Такое вибрато Что он тут Шаляпина устроил И я вам скажу Больше Мне в детских Школах Всегда говорили Только не Думай мне Тут устраивать Шафранизма Шафрана Тут не делать Ты чего Завываешь Потому что Шафран обладал Невероятной Аппликатурой Скрипача Он использовал Пять пальцев Как скрипач На велончели И из-за этого Были определенные Ну определенные Звуковые Красивейшие Моменты Краска И сейчас Вот Любой Велончелист Записи мы ставим И Всегда на ютюбе Все застревают На невероятной Красоте Блаженстве Фразировки Этих подъездов Этого Романтизма Этого великого Музыканта И как вот Время Чуть-чуть поменяло Что ли Наклон И мнение О Гении Я может быть Не очень Правильно Ответил на ваш вопрос Все Всю жизнь Музыканты В процессе Бах У каждого Музыканта На разных Этапах Разный Это видно По всем Записам всех От Йоги Ма Ростроповича До И так далее И тому подобное Это вечный вопрос Это вселенная Музыки И Конечно же Ноты В которых Даже у Баха Никогда не было Ни динамики Ни штрихов Ни пальцев Ничего И во-вторых Это Ну Твоя душа Кто ты Как ты Воспринимаешь Мир В данную секунду Можешь ли ты Отрешиться И Донести То что заложено Или Это будет Ученическое Какое-то Прочтение Потому что Вот А тетя сказала Что вот только так Это Вечный вопрос Поэтому В этом и есть Невероятная интрига Это и есть Живая музыка Это и есть Живая музыка Которая должна Создаваться Ежесекундно Ежезвучно Это нить Которую нельзя Обсуждать Просто так Я напомню Нашим слушателям Что у нас в студии Борислав Струлев И он Обычно говорят Рояль в кустах А у нас получается Виолончели В переговорке Вот здесь вот Стоит инструмент У нас И После рекламы После рекламы Да Борислав Мы будем Безусловно Вас просить Но Я раскрою Небольшую тайну Что Борислав Вот прямо сейчас Со всеми чемоданами Приехал к нам С вокзала С виолончели С чемоданом А все потому Что В марте А именно Третьего марта В городе Губкин Вы Борислав Например Должны были поставить Новый рекорд Гиннес А именно Собирались спуститься В шахту К шахтерам На глубину 350 метров И сыграть Шахтерам Виолончельные Суиты Баха Как это у вас получилось Какой был звук Вообще Чем вы удивлены В шахте В общем Масса целых вопросов К вам Значит Огромное спасибо В рамках Моего фестиваля И нам уже Пять лет В этом году Белград Мюзик Фест Борислав Столев И друзья Это в Белграде Это проходит в Белграде Рядом город Герой Губкин В котором я регулярно Каждый год выступаю Просто в Доме культуры Глава Огромного Невероятного Шахтерского Вот такого С рудой С металлом Директор Кам Руда Когда-то подошел И сказал Борислав А не слабо ли Сыграть Там внутри Опуститься Конкретно Для шахтеров Это было Полтора года назад Я не думаю Конечно же Согласился И Несмотря На То что Это действительно Очень было Непросто Но Мы это сделали Это совершенно Во-первых Не рекорд Гиннеса Это был рекорд России Гиннеса К этому Это уже искажение Идет в пиар Индустрии Но Рекорд Для чего? Для того чтобы Объединить Бах Бах Это орган Орган это металл Металл это руда Борислав Вот здесь вот Я вас остановлю И продолжим Тогда уже После рекламы В программе Большой ежедневник С живым концертом С живым концертом В эфире Большой ежедневник Юрия Пронько 8 часов 35 минут И здесь у нас В студии Прямого эфира Серебряного дождя Один из лучших Виланчалистов На нашей планете Это Борислав Струлев И Прямо сейчас Немного баха Немного баха Который был В шахте Да Давайте Можно кстати Смотреть трансляцию Silver.ru На нашем сайте Все вживую Музыка 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 Борислав Струлев У нас сегодня утром В студии Такой неожиданный Гость С виолончелью Потрясающе Потрясающе Сейчас Борислав Сядет уже Поближе к нам Все Я готов О боже Как это все звучало В шахте вы Скажите О боже Как приятно Прямо с утра С поезда Вы знаете Было очень большое Волнение Потому что мы все Понимали Что произошло В Оркуте И это не рекорд Это не пиар Это давнишняя договоренность Это дружба С семьями Шахтеров Потому что я В рамках фестиваля Своего много Там раз Играл И знаю этих людей И Это вот 340 метров И Если Местные люди Предложили Давайте сделаем Из этого рекорд Потому что нам тоже нужно Чтобы про нас знали Что в Губкине В городе Герои такое Кстати там играл Пару раз Остропович Я был в этом Местечке Это уникальная Совершенно Красоты Невероятной Когда летишь И видишь Открытые эти В шахте Руда Метал Бах Орган Это то что Вот Это сила Это мощь Они невероятно Приготовились к этому Все слушали Внимательно И Как вам сказать Язык мира Понимаете Какая-то музыка Вот Такая сила И совершенно Не нужны были Ни поп-артисты Ни рок Ни бардик С гитаркой И Чем раньше Мы поймем И начнем Делать Какие-то вот Невероятные Без этих вот Боязни Что бах Классика Это скучище И не для шахтеров Ни для этих Ни для этих Ни для тех От Билли Джоэла И с Тамарой Гверцетели И с группой Ума Турманы Парасом С Сергеем Азаевым Выступали И вообще Как бы Все это Я прекрасно понимаю Но Вы знаете Сколько раз Мы Виолончелисты И Другие Инструменталисты Классики Слышали в свой адрес Что Действительно Это не формат Это не пойдет Когда он перепилит Это скучно Это скучно Вот Это уже Не скучно И Весь фестиваль Посвящен Мой Это Гениальные друзья Гениальные музыканты Со всего мира Которые приезжают Которых Я обожаю С которыми я работаю Которые Не появляются Может быть На главных каналах Той или иной страны Но Они честно Делают свое дело И когда они выходят На сцену А спасибо Белгородской публике Который уже Любит Ценит И покупают билеты До афиш Важный момент То они конечно Открывают для себя И попадают В такую Магию Невероятного искусства И красоты Что Как губернатор И весь Савченко С чьей легкой руки Фестиваль назвался Вообще уникальный губернатор И мы с ним знакомы Лично Да Потрясающий человек Да Он Уже Именно объявил Что вот это Действительно уже Гордость региона И за 5 лет Довольно короткий срок Хотя я москвич И конечно Друзей много И надеюсь Что и в Москве Смогу порадовать Когда-нибудь Своих Соседей И друзей Борислав А скажите Вот такой Интересный момент И его конечно Надо задавать Исполнителям Музыкантам Организаторам Крупных мероприятий Концертов Или фестивалей Ну вот Ни для кого не секрет Особенно В музыкальной среде Что есть Ну я их условно Называю Такие Опопсовевшие Произведения Которые Публика Грубо говоря Узнает моментально Да На один щелчок То есть Она не разбирается В больших работах Очень много Авторов Неизвестных Я имею в виду Масс-маркет Я никого не хочу обидеть Но жизнь такова Да Вот Когда вы готовитесь К фестивалю Или концерт Вы все-таки Включаете подобные Произведения Ну вот Я знаю Денис Мацуев Да Ваш коллега И человек Который у нас здесь Был в студии Сребряного дожди Он осознанно Мне откровенно Сказал Включает Того же Полета Шмеля Вот как Знаете Как такая Вишенка На тортике Потому что Вот это точно Вызовет Экстаз Это вызовет Реакцию Но внутри Инкорпорированы Также и другие Внутри концерта Как вы Мой фестиваль Всегда Делает премьеры И заточен На том Что я делаю И в прошлом году Я Вместе со своим коллегой Другом Дирижером Аркадием Лейтушем Оркестровал Сонату Рахманинова И сделал Концерт Сергея Васильевича Рахмана Для Виланчелеса Оркестром Теперь появился Концерт Это прошло Вот я сейчас Спасибо что вы меня пригласили Могу объявить на радио Потому что пока это Ну Во мне сидит И я На видео это есть На нашем веб-сайте На фестивале Я записал Анданто третью часть Потому что Очень большое галло Был Виктор Викторович Тричаков Был Великий Маторин И я не могу На себя всегда На своем фестивале Брать много времени Поэтому я создал Одну часть Не всю сонату Но мечтаю конечно Показать Это полотно Это новое событие И для сейчас Для России И вообще Рахмалинов Который никогда не писал Никакого концерта Ни для одного струнника Надо пояснить Слушаем Что его нет Конечно никогда Есть фортепианные концерты Божественные Прекрасно Аж 4 А для скрипки Для альта Для Виланчелеса Только соната Для Виланчелеса И когда его спросили Сергей Пожалуйста Скажите А почему же вы не написали Ничего для скрипки Зачем Когда есть Виланчель Ответил Великий Рахмалинов Написав эту сонату Премьеры 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 И если хоть что-то Я даже сделал Такой ночной формат В органном зале Концерты В 10.30 вечера Где сплетение От Арва Пярта С органом До Рока С электроскрипкой Прижал Александр Марков Мой Живой Погонений Ох вы новатор Ох новатор Я вам отдельно После хочу Потом Просто показать Какие-то фотографии И может быть Вы зайдете на сайт Посмотрите И действительно Просто Вот посмотрите Что происходит И я считаю Что настолько 40 минут на самолете Или приехать С хорошим На хорошем поезде Покушать соляночку И доехать до Белгорода Вы знаете В рамках фестиваля И побыть Увидеть это То что может быть Даже Ну вот не увидишь тут Тут потрясающий Шоу-концерт Это столица Это понятно И все Каждый день Что-то происходит Тысячи Да Вчера шифт был В зале Чайковского Это же просто Блеск 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 Поэтому Но То что мы делаем Это тоже как бы Вот делаем И слава богу Можно об этом поделиться Тут в столице И похвалиться Потому что я хвалюсь Не за себя А за гениальных музыкантов Которые приехали в этом году И лучший кардионист мира Ора Золтан Который просто Вел людей В такую Слезоточивость Вместе со смехом Великая семья Марковых И Альберт Который родился когда-то в Харькове И говорит Я тут был в этом городке Но последний раз 63 года назад И вся пресс-конференция упала Потому что мама дорогая И все изменилось И он играл Навару В свои 80 с чем-то И он говорит Вы знаете Вам большой привет Я только что разговаривал с моей мамой Ей 110 лет Браво Зал встал И это конечно Было незабываемо Приехал мой друг С которым мы играли Для Для Оскара Питерсона Эльдар Из Нью-Йорка Был потрясающий Молодой дирижер Который выиграл Первую премию конкурса Шолти Хосуэлэйс Гомес Потрясающий Мой друг Гений Лучший бас Красоты мира С которым Наконец-то Моя мечта И я исполнил С ним Дон Карлос Арию Эльдар Абдоразаков И нас подружила Великая Лена Васильевна Это бас 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 Нас подружила Великая Лена Васильевна Образцова Которая приезжала Ко мне на фестиваль Это был один из последних Ее концертов Сольных Таких вот знаете И мы там От нееуканье кошечек Вместе растений До Она читала потрясающие Свои стихи Под аккомпанемент И импровизацию И чувствовала себя Очень открыто И скрепощенно И вот на концерте Памяти Спасибо фонду Елене Васильевне Образцовой Я был приглашен На открытие Малого зала Консерватории Где я играл с детства Ребеночком Открылся потолок Небесной красоты Божественное искусство Вдруг оказалось Наверху Вот там на потолке И мы исполнили Сальдаром Дорозаковым И легиума сны И это настолько Как-то вот Вот искусство Она связала Елена Васильевна Уже не было Но она Ее нет Она продолжает Делать божественные деяния Понимаете Это говорит о величестве артиста О Только искусство 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 Ничего более Потрясающего энергетика Обладаете Вот просто Вы сделали Я стараюсь Не подвести Этот потрясающий Радиоканал И пытаюсь Соответствовать Вашим потрясающим Глубоким вопросам Потому что вы Это высочайший уровень Я Видите Даже оделся сегодня В поезде Переоделся Чтобы еще И выглядеть Для наших Зрителей Кто-либо следит Да-да-да Идет прямая трансляция Олег из Ярославля Еду из Ярославля В Рыбинск Боюсь Что вот-вот Связь пропадет Очень интересно Ваш гость рассказывает И Мария из Москвы Спрашивает Ох, ребята Я даже спинку Выпрямила Сидя на стуле Я тоже Как это прекрасно Можно что-то из танго Продолжает Мария Да Да Я бы хотел Поставить Вот у меня новый диск Мариночка Пожалуйста Из танго Потрясающий Диск Мы прям поставим Для вас Давайте поставим Номер Восемь Это Специально Под старину Я сделал такую запись Вот То, что Бокал вина Аргентина Каблучки Бориславов Восемь часов Сорок девять минут В столице Правильно Ощущение Старины Сорок девять минут Сорок девять минут Я не знаю, как эту музыку сейчас Можно оборвать Но мне придется Это сделать Вы знаете Я просто хочу вспомнить Передину с рекламой Да Мы продолжим Понял Все Через пару минут Мы продолжим Борислав Струлев В студии В эфире Большой ежедневник Юрия Пронько Восемь часов Пятьдесят пять минут Здесь напротив меня Борис Струлев Один из лучших Виланчелистов мира Я вот смотрю Программу Вашего Пятого международного Фестиваля Который прошел В Белгороде Вообще-то Завидую Завидую Жителям Этого замечательного Города В Москве Нечто подобное Не было желания Осуществить Вы знаете В этом летом Я аналогичное Делал в рамках Теннисного турнира При поддержке Хофф Они организовали Теннисный турнир И так получилось С разговором И я прямо на стадионе После теннисного турнира Вся публика осталась Приехала сцена Убрали сетку Свет, звук И началась музыка С потрясающим нашим Местным Московским оркестром Вас опять на слабо Что ли взяли? В чем-то да Я уже понял Что вас на слабо Нельзя брать Вы знаете Директор теннисного турнира Говорит Борислав Ну это спорт Какая музыка Я говорю А вот это видели Повороте Доминго Каррера С мячиком на поле Точно Давай И вот эта фотография Спасла И дала возможность Людям Понять Что действительно Это может быть Был потрясающий оркестр Русских народных инструментов С классическими инструментами С джазом Я привез Лучшего Бумбоксера Из Америки Моего друга Кенни Мухаммед Который со мной Делал Гендаль Вивальди Моцарта Битбоксер С этим оркестром С домбрами И с балалайками Это была такая Клексика Был вокал Была разная музыка Была потрясающая Красота Колыбельная Моего друга Сергея Дрезнина Которая На голосе была Когда-то исполнена Из мюзикла Великая Екатерина Россия Когда Засыпает Внучка Екатерины Короче говоря Все туда Сложили И Было очень интересно Ну и вот Это все Это все Живет вокруг меня Во мне Поэтому Были бы люди Было бы желание Было бы место Я всегда открыт Я езжу Путешествую Играю Делаю разные программы Много с театром Что связано Сейчас проект У меня Басни Чела Изумительные Басни Влада Маленко С Велончелью С театром На Таганке Спектакль Другой спектакль Это басни Крылова Под Велончель Потрясающего Талантливого Актера Нашего Из Мхата Из Мхата Младший Господи Господи Вот 8.50 утра Надо было 2 кофе взять Даже 8.50 утра Вячеслав Невинный Младший Да господи Привет И уже видео Даже сделано Это очень интересно Как вот найти Правильную музыку Обыграть слова Которые говорит Вячеслав Невинный Младший И великого Вот этого Баснописца И басни И Велончель Это очень подходит У меня специальный Халат даже Сшит Под Крылова Я сижу В этом халате И так далее Очень много И работаю с балетом И как бы вот Разные проекты Разные проекты Брислав А с чем еще Хотите поработать Потому что мне кажется Что названо все Куда двигаться дальше Вы знаете Время скажет И отсеет Может быть Очень много Распаления Но это какая-то Какой-то пояс Может быть Какой-то появится Композитор С которым я просто Вот уйду И это будет Следующий Прокофьев Следующий Шостакович Следующий чего-то Сейчас вот записано Три современных концерта Очень-очень-очень Современных Очень тяжелых На восприятии Но Это бездонный Клондайк Абсолютно верно Вы опять правы Алексей из Екатеринбурга Пишет Потрясающий гость Можно чтобы он Весь день говорил А я вдобавил Играл Весь день Под серебряным дождем Ой, друзья Спасибо вам Спасибо за внимание Давайте договоримся Следующим образом Поскольку мы очень мало Послушали виолончели Будете в следующий раз В Москве Заходите нам Утром На чашечку кофе Мы вам Две чашечки Приготовим кофе Ура 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 Спасибо огромное Спасибо Борислав Струлев Один из действительно Лучших Вечайших виолончелистов Мира Был сегодня у нас Под серебряным дождем Спасибо Ивану Где он? Спасибо Ивану За сюрприз Это наш редактор В данном случае Ну а в 9 часов После новостей 9 часовых И начнем играть В шахматы История шахмата От Индии до СССР Популяризация шахмат В наше время Тема следующего часа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok